Всероссийская контрольная по математике собрала желающих проверить свои силы в знании школьной программы. Аналог, так сказать, тотального диктанта, только в цифрах и формулах. Контрольная проходила уже в третий раз. Принять участие можно было даже с домашнего компьютера. Сутки все задачи были доступны онлайн. Также любители математики ждали в стенах Омского государственного педагогического университета. Участником испытаний стал и наш корреспондент Алексей Богапов. В считальном зале Омского государственного педагогического университета нет свободных мест. За партами и школьники, и пенсионеры. Все эти люди решили проверить свои знания. Всероссийскую контрольную по математике мог написать любой желающий. Нужно было лишь оставить заявку на сайте Яндекса. Там же были размещены и тестовые задания, чтобы участники понимали, что их ждет. Как и говорилось на сайте Яндекса, для решения задач хватит и базовых знаний математики, и специальных формул для этого не потребуется. Но на всякий случай я буду пользоваться калькулятором. Организаторы уверяют, чтобы проверить уровень подготовки, достаточно десяти задач. Первые участники стали покидать аудиторию уже через 15-20 минут, хоть и на решение заданий давался целый час. Большинство уходили с пятерками. Первыми закончили школьники и студенты. Ну я решил все минут за 10, наверное, потому что задача действительно очень простые. Уровень школьный. Нормальные задачи были, в школе потруднее решали. Ну там задания легкие, я думаю, 10 баллов будет. Сложнее тем, кто школу закончил давно. Не знаю, как людям с математическим складом УМА, но гуманитариям здесь придется явно потрудиться. Несмотря на то, что задачи действительно простые, прошлое контрольное показало. Горожане математику знают плохо. Годом ранее Омск занял предпоследнее место среди 16 городов-участников. 78% омичей получили тройки и двойки. Но специалисты говорят, в этом году результаты должны быть лучше. Сегодня пришло так много людей. Я ожидал человек 20 хотя бы, а сегодня 60-й было. И надо сказать, что он мне сейчас привел контрольную работу на бумажном носителе. Почти все пятерки. Честно сказать, я был уверен, что получу тройку, но я решил 9 задач из 10. И этого достаточно, чтобы получить оценку отлично. Алексей Вагапов, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.